Мемориал, где увековечили имена погибших и пропавших без вести, открывается в селе Старое Хмелевое. С тех пор, как в регионе в этом направлении началась работа, это уже 147-й памятник. И за эти годы стараниями поисковиков, военно-исторического общества и политиков на гранитных плитах появились имена 163 тысяч наших земляков. Мы помним героический подвиг наших предков. Мы чтим этот подвиг и будем продолжать работу до тех пор, пока каждый, не вернувшись с полей Великой Отечественной войны, тамбовчанин, не будет увековечен золотыми буквами на наших мемориалах. Мемориал в Старом Хмелевом решили построить еще в 2019 году. В том совещании непосредственное участие приняла и глава Мичуринского района Галина Шимонаева. Открыть его должны были еще прошлой осенью, но вмешалась пресловутая пандемия. Стоит отметить, что мемориал в Старом Хмелевом существует уже давно. Его установили 30 лет назад, еще в советские времена. Но за это время, конечно, он изрядно обветшал и требовал ремонта. Но состояние было плачевное и в результате пришли к решению, что стоит возвести комплекс с нуля. То есть заново делали все. От выбора проекта до составления и проверки новых списков героев. Кстати, в Камне здесь высекли имена 457 уроженцев села. Среди них мой двоюродный дед. Родители воспитали так, что нужно жить памятью о предках. Поэтому предложение главы района и слова, то, что тебя поддержат финансово и губернатор Александр Валерьевич Никитин, и руководство района, меня, конечно же, быстренько подзадорило. Поддержало идею и население Старого Хмелевого. Ведь для них это не просто часть благоустройства села. Семьи многих столкнулись с той ужасной войной лицом к лицу. Очень много значит. Очень много значит. Это вообще гордость. Это, я не знаю, это радость нашего села, что у нас теперь такой мемориал здесь установили. Меня сегодня с утра переполняют чувства просто. Ну, это просто восторг даже. Финальное слово взял первый заместитель председателя Облдумы и по совместительству руководителя регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Карев. Помимо прочего, он вручил всем причастным к проекту благодарственные письма. Закончилась церемония уже по традиции возложением цветов к мемориалу. Дмитрий Сергеев, Олег Осипов, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова